Политическая поддержка беглых, как видим, ни к чему не привела. И свелась к их бесконечным гастролям. Духи Байден нам поможет. Ну, говорят, печенюшками какими-то угостил. Слушайте, я не первый год президентом. Я знаю, хорошо знаю двух предыдущих американских президентов. Даже трех. Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю. Я знаю, как проводятся вот эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию и дать печенюшку. Ну, слава Богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы. Ну, Роман, надо отправить несколько пачек. Отправить. Что привлекло? Это важно для журналистов. Вот вы разложили. Молодцы. Чего поехало и сколько на что денег просило. Байден клюнул на то, что там будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка, психологических атак против Беларуси и России. У него сейчас полное замыкание на Россию. Вы видели. Бензоколонка, нефть, ядерное оружие. Он переживает, он чуть ли не с ума сходит. И вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности президента. Не может руководитель страны, которая лидирует мир и себя так вести. Поэтому Байден, конечно, поможет. Ну, на две минуты, пока вот видит человека. А потом никто в это ввязываться не будет, потому что политика делается большая, в тише кабинетов. Продолжение следует...